Максим взял своего дедушку на рыбалку. Десять минут езды до реки. Машина проехала через заброшенную деревню. Там были заброшенные дома, окруженные деревьями, кустарниками и высокой травой. Собака лежала на обочине дороги. Собака была сбита. Спросил внук. Водитель замедлил ход. Машина такая же, как и животное. Собака оказалась живой. Он лежал на боку, вытянув передние лапы и внимательно глядя на машину. С ошейником, сказал дедушка. Может быть, он заблудился. Парень пожал плечами и поехал дальше. Рыбалка была замечательной. Дедушка поймал много рыбы. Внук тоже не сбавлял темп, но поймал мало, потому что не был страстным рыбаком. Мы приближались к дому ночью. Собака все еще лежит на том же месте, сказал Максим, проезжая мимо собаки. Некоторые небесные гости поиграли и выбросили нас, сказал дедушка. Макс смотрел на собаку в боковом зеркале. Мысль о том, чтобы взять животное с собой, пришла ему в голову, но парень не решился. Дорога домой заняла 30 минут. Капли дождя начали биться об лобовое стекло. Когда они приехали, дождь уже закончился. Дедушка был счастлив рыбалкой. Собака, лежавшая рядом с внуком, не могла выйти из головы Максиму. Он отвез родственника домой и отправился в свою квартиру. Парень приготовил ужин, но не мог есть. Он постоянно думал о собаке. Если бы животное действительно было выброшено, оно оставалось бы на том же месте, где Хатика, и никакая опасность или угроза жизни не затронула бы его. На улице стемнело. Дождь все еще шел. Собака умрет там. Подумал Макс. Он был беспокойным, ходил из угла в угол своей квартиры. Может, я зайду и проверю. Конечно, это кажется безумным, но что я могу потерять? Час времени и немного бензина. Но я буду сохранять спокойствие. Парень быстро оделся и вышел на улицу. Заезжая в заброшенную деревню, водитель замедлил ход и включил передние фары, но видимость оставалась слабой. Вокруг не было света, и небо было полным облаков. Вдруг на обочине дороги появилось что-то. Сначала Макс думал, что это большой кусок грязи, но когда подъехал ближе, увидел ту же самую собаку. Парень выскочил из машины. Перед ним была грязная, дрожащая и мокрая собака. Она дала ему грустные глаза и виляла хвостом. Макс взял животное на руки и отнес его в машину. Собака не сопротивлялась. На заднем сиденье собака лежала, стуча мордочкой об сиденье. Водитель время от времени оборачивался, чтобы проверить, как она себя чувствует. Когда они приехали в квартиру, Макс взял собаку в ванную и вымыл ее. Потом парень завернул животное в одеяло в одной из комнат. Собака была свернувшейся клубочком и не проявляла никакой активности, не съедала еду и не обращала внимания на окружающее. Макс поставил рядом с ней миски с водой и едой. Он знал, что в ближайшие дни собака будет просто лежать там, не принимая никакого участия во всем, что происходит вокруг нее. К тому же собака может умереть из-за измены, ибо это самое худшее, что может случиться с животным. Но Макс надеялся, что этого не произойдет. На следующий день Макс обнаружил на ошейнике бирку с номером телефона и словами чип. Парень набрал номер и нажал кнопку звонка. «Здравствуйте», — послышался мужской голос в трубке. «Здравствуйте». «Я звоню из-за собаки». «Я нашел этот номер на ее ошейнике». «Вчера на дороге». «Они звонят из-за собаки», — сказал голос в трубке, обращаясь к другому человеку. «Похоже, что ее поймали». «Ты снял с нее ошейник». Послышался далекий женский голос. «Нет». «Ты идиот». Пауза увеличилась. «Итак, что делать?» Спросила женщина у мужчины. «Повесьте трубку и заблокируйте номер», — ответил мужчина. «Связь была прервана». Несколько дней собака оставалась на том же месте. Неважно, какую еду ей предлагали, она ни на что не реагировала. Она только пила воду и похудела из-за этого. Макс боялся, что собака умрет, но однажды чип начал понемногу есть. Затем животное начало гулять по квартире и реагировать на голос и жесты. Однажды утром собака села у двери входной двери. «Хочешь пойти гулять?» Спросил Макс. Чип начал вилять хвостом. Макс надел поводок и пошел гулять со своей собакой. Постепенно чип привык к своему новому дому и хозяину. Прошел год. Собака стала неотъемлемой частью жизни Макса. Парень не пожалел, что забрал брошенное животное той ночью. Теперь трое из нас отправились на рыбалку, дед, внук и собака. Однажды они ехали на реку, проезжая через заброшенную деревню. Прибыв на место и устроившись на берегу, каждый начал заниматься своим делом. Дед ловил рыбу, чип гонялся за зеленой травой, а Макс пытался поймать рыбу и играть с собакой. Через некоторое время рядом остановилась машина. Из нее вышла пара с ребенком. Чип, который до этого времени гавкал, начал обнюхивать. Затем он побежал к гостям. Макс не заметил этого, пока смотрел на речной ток. Внезапно весь район заполнился лайм собаки и человеческим криком. Макс побежал к звукам. Чип оказался брошенным на людей. Фу! Фу! Закричал Макс. Он не понимал, что нашел в собаке, поскольку раньше она никогда не проявляла агрессии. «Уберите свою собаку!» Кричал мужчина, борясь со собакой. Когда он подошел, Макс понял, что чип кидается на людей не из злости, а из радости. «Извините», — сказал парень, тянущий животное в сторону. «Я не понимаю, что с ним происходит». Макс посадил собаку в машину, но она не успокоилась. Пришлось уехать раньше. Чип был на заднем сиденье и хихикал. Там, на реке, он почувствовал знакомый запах. Запах прежнего дома и хозяев. Несмотря на предательство, он покорно кинулся к людям, которые его выгнали, не чувствуя ни злости, ни обиды. И даже не узнали его. Или не хотели знать. После прибытия в квартиру, чип успокоился, но был медленным и грустным. Он лежал, свернувшись в углу комнаты, как год назад, когда его подобрали. Но на следующий день собака затряслась, и все вернулось на круги своя. Никогда больше с ним такого не случалось. Мои друзья, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал, чтобы получать больше подобных видео.